Международный день шахмат отметили в Владивостоке. Празднование прошло в рамках 18-го фестиваля «Город у моря» на третьем этаже кинотеатра «Океан». Программу открывал турнир по шведским шахматам для детей и юношек, где была возможность стать участником сеанса одновременной игры с гроссмейстером Виталием Киселевым. С опытом такие моменты, как стратегия, тактика, они как бы уходят, человек больше интуитивно начинает играть, потому что уже опыт большой, уже есть понимание того, что нужно делать, но, соответственно, в зависимости от того, что делает соперник, мы уже больше интуитивно играли какие-то действия. В этом году крупнейший шахматный фестиваль Дальнего Востока собрал рекордное количество участников и международных гроссмейстеров. Да, действительно, у нас в этом году рекордное число участников, у нас сейчас проходит этап Детского Кубка России, тут участвуют почти 250 человек, там около 20 регионов представлено, действительно, это такое рекордное количество, у нас мы 18-й раз подряд проводим этот фестиваль, и вот никогда такого не было. Ну и также рэпид гран-при в рамках фестиваля, 10 международных гроссмейстеров. В прошлом году у нас было четверо, вот до этого к нам гроссмейстеры не приезжали. Юные, но уже опытные шахматисты поделились своими стратегиями и помогли углубиться в игровой процесс даже зрителям мероприятия. Есть три правила определенного начала партии, получается, это у нас захватить центр пешками, ну, разный вариант есть, потом вывести легкие фигуры и сделать рокировку. Легкие фигуры – это слон и конь, ну, то есть мы их должны вывести, ну, смотря какой мы дебют играем, дебют – это начало партии. Получается конь, F3, это мы нападаем плюс ко всему на пешку. Также в рамках празднования для всех желающих прошел мастер-класс по японским сёге, презентация игры «Фатум», викторина и просмотр фильма «Жертвуя пешкой». Открытый шахматный фестиваль продлится во Владивостоке до 26 июля. Анна Дьякова, Полина Федоркина, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Поваж forgetм, от. Открытый шахматный фестиваль продлится в курсbrush. Конь, на счет.